Мне нравится. О-о-о-о! Ух ты! О-о-о! Смотрите! Вы видели, как класс? Слушайте, ну это вообще... Сейчас мы покурим кальян и посмотрим, как это в действии. Удобно, неудобно, плюсы-минусы. Привет, это распаковка Маклауд. Сегодня распакуем новый Калауд Лотос второго поколения. Мне уже нравится формат этой упаковки, потому что она как-то очень солидно и богато выглядит, даже несмотря на пленку. Тут вот немножко пленочка открылась, но я сейчас всю ее сниму. И видно, что там такое прикольное, что-то прикольное золотистое, не знаю, краска или это может быть картон такой. В общем, сама по себе коробка уже по размеру и по форме выглядит классно. Давайте посмотрим, какая она на ощупь под пленкой. Так, вот мы освободили коробочку от пленки. Что я могу сказать? Она довольно приятная на ощупь. Это какой-то очень гладкий картон. Да, скорее всего, картон. В принципе, достаточно гладко, не шершаво, но при этом я вижу, что на ней от моих пальцев остаются какие-то не очень следы. Что мне нравится? Здесь очень красиво и четко сделан вот этот бренд Лотос, нарисован логотип. И такой золотой краской очень хорошо его видно. Но самый прикол, я такого просто не видела никогда раньше. Они что делают? Они дату своего основания, в данном случае 2014 год, обозначают не обычными арабскими цифрами 2014, а римскими. Вот посмотрите, здесь есть несколько букв. Это римские цифры, которые означают 2014. Мне кажется, это очень стильно и необычно. Мне прям вообще понравилось. Я бы себе так же сделала, если бы у меня какой-нибудь бренд был бы. Она, эта коробочка очень удобная, информативная. Здесь у нас есть ссылка на сайт. Я на этот сайт заходила. Действительно, попадаешь на сайт производителя колодки. На обратной стороне данные о патентах. Три патента у коллауда для США, для Европы и для Китая. По идее, насколько я знаю, что эти номера можно проверить в интернете. На каком именно ресурсе, не знаю, но теоретически проверить можно. И здесь какой-то, не знаю, какой-то слоган на английском тоже. Калаут Лотус 2. Давайте посмотрим, что внутри. Кстати, классно сделано, да, вот этот зазор и такая здесь блестящая полоса. Открывается очень мягко, плавно. Мне нравится. Ребят, ну это сделано очень дорого-богато. Так, здесь у нас в крышке обычный какой-то пенопласт, но он приклеен, кстати, что уже неплохо. Потому что обычно бывает, что производители кусок пенопласта вот так сверху кладут, прокладывают, чтобы было мягонько. Ты открываешь, тут вот этот пенопласт валяется. Здесь приклеено. Продумали. Классно. Вот этот треугольник. Ух ты! О, смотрите! Вы видели, как класс? Слушайте, ну это вообще... Короче, вот он вот так сюда вставлен, эта картоночка. Вот так вот ее достаешь, и она вот так вот вся разворачивается. Красивая, брендированная, с голограммой. Сейчас я посмотрю, что здесь такое. Здесь серийный номер, инструкция по использованию. Ага, и даже есть гарантийное обслуживание у этой колодки. И здесь этот номер предназначен для гарантийного обслуживания. Даже есть надпись на русском. Слушайте, ну это вообще шик. Я посмотрела, кстати, на сайте, такая колодка стоит 65 баксов. Но мне кажется, что за такой сервис, за гарантию, за такую классную упаковку не жалко. Конечно, самое интересное в этом во всем, это сама конфигурация колодки. Так приятно. Ага, смотрите, здесь тоже поролончик. Это даже какая-то мягкая ткань, проложена мягкой тканью. Здесь, сейчас я покажу вам, просто в коробке. Посмотрите, как добротно сделано. Вот хорошие производители, они всегда свою подложку вырезают по форме продукта. И она тоже приклеена, вставлена туда намертво. Ничего не болтается, не шатается, куски поролона вы не вынимаете. К тому же, это даже не поролон. Это какая-то очень мягкая, мягкий материал. Не похож он, ну это не картон, и не знаю, что это. В общем, сделано очень круто здесь. Здесь самое главное, конечно, это сам колауд. В коробке вам приходят три части. Основание колауда, крышка и вот такая вот ручка колауда. Давайте по порядку разбираться. Основание, что здесь классного в этом основании? Во-первых, сама форма. То есть, это форма цветка, очень хороший дизайн. Прям продуманный, казалось бы, для такой мелочи, как колауд, но тем не менее. На дне колодки есть специальный рельеф для того, чтобы угли не тухли. Причем он очень сильно выражен. И между углем и поверхностью колауда будет действительно циркулировать воздух. Потому что здесь прям они хорошо так подняты, эти шипы. Также мы видим здесь отверстия. Причем, посмотрите, как интересно, с внешней стороны они спрятаны. То есть, если посмотреть на колодку сбоку, никаких отверстий мы не увидим. Они спрятаны вот там вот внутри, если вы видите. Если заглянуть внутрь, то мы их тут вот тоже можем увидеть. Это сделано, естественно, для того, чтобы циркулировал воздух. Ну и, собственно, вот такая вот здесь тоже рельефная поверхность. Видимо, для того, чтобы табак не соприкасался с колодкой вплотную, чтобы оставались все равно какие-то зазоры для воздуха. И он не перегревался. Теперь посмотрим, что у нас с крышкой. Крышка мне очень нравится. Она сделана очень ажурно. И она такая легкая. Вообще металл такой немного шершавый. Крышка достаточно матового цвета. Не блестит так сильно, как вот китайские колодки, когда их только из коробки достаешь. Однако же я могу заметить, что некоторые детали здесь сделаны блестящими. Например, логотип Калауда, самого буква Кей, вот в таких вот вензелях. Если весь остальной металл матовый, то вот эта буква, она как раз покрыта каким-то, не знаю, блестящим составом. И она переливается. Не знаю, видно вам или нет. Это сделано красиво, стильно. Разберемся теперь с ручкой. У ручки вот такой силиконовый держатель, тоже брендированный. Вы, когда его в руки берете, то прям чувствуете этот рельеф пальцами, эту буква Ка. Приятно, приятно. И вообще, очень эргономично так она сделана. Прям вот удобно брать за нее. Интересное решение. Она никуда не встроена. То есть она может существовать совершенно отдельно от колодки. Если вы поставили, например, колодку на кальян, она у вас стоит, красивенький такой цветок. Ничего из нее не торчит, никаких ручек дополнительных. Она у вас отдельно существует. Вы просто, здесь есть вот такой крючок, поддеваете, собственно, за один из пазов в крышке и спокойно крышечку снимаете. По-моему, это очень изящное решение. Красиво, мне нравится. И достаточно удобно. То есть у меня сейчас, в принципе, никаких с этим проблем не произошло. Удобно цеплять. Снимаешь, одеваешь. Вот что значит продуманный дизайн и вообще все. Единственное, что, опять же, как снимать само основание из чашки, если вам нужно отряхнуть от пепла основание или, например, проконтролировать жар внутри чаши, остудить ее каким-то образом. Потому что здесь щипцами зацепиться буквально не за что. Вот эта ручка настолько приятная, что я вот ее держу, держу. Мне вообще даже отпускать ее неохота. Очень классно. Сейчас проверим, как колодка ставится на чаши. Обычная турка. Вот такая вот конфигурация КС. Давайте посмотрим. Так, вот я поставила на турку основание. Оно немного шатается, но я думаю, что это из-за чашки. Потому что они все неровно идут. И здесь вот она, конечно, ходит. Это не очень хорошо, потому что так или иначе она у вас будет наклонена в какую-то сторону и будет с краю сифонить. Потому что плотно на турку она, например, не садится. Так, давайте на КС теперь посмотрим. Вот, на КС она уже сидит совершенно-совершенно плотно. Причем вот здесь вот основание немного приподнято. Образуется такой паз как раз для чашек, у которых нет ступеньки под колодку. Здесь она не нужна. Здесь сама колодка прекрасно держится. Сидит плотно, никаких сифонов, ничего нет. Прекрасно. Красота. По-моему, красота. Выглядит вообще чудесно. Мне нравится. Так. Очень удобно. Что касается углей. 4,25. Ну, здесь, что я могу сказать. Это типичная болезнь коллаудов-лотосов. Не помещаются угли. То есть, если даже вы обычный коллауд возьмете, у вас также 2,25 встанут, а остальные будете вот такой вот пирамидкой как-то сверху вот сюда как-то настраивать. Здесь, конечно, ничего нового. Здесь все стандартно. Ну, и, соответственно, если вы такую пирамиду здесь нагородили, уже никакой крышкой вы это не закроете. Не, ну, вот можно вот так вот просто сделать. Но это уже совсем не то, конечно. Это оригинальный коллауд, поэтому в том, что это работает, я не сомневаюсь. Но все равно, на всякий случай, сейчас мы покурим кальян и посмотрим, как это в действии. Удобно, неудобно, плюсы-минусы. Так, вот у меня кальян. Мы взяли чашку КС, на которой этот коллауд стоит хорошо. Что я могу сказать? Очень быстро и очень хорошо кальян нагрелся. То есть, дымит прекрасно, и чувствуется прям такой хороший основательный жар. Табак, причем тот же самый легкий. Давайте посмотрим, как мне будет удобно или неудобно с этой колодкой на кальяне. Так, просто, просто аккуратно потрогаю. Ну, он горячий, то есть, без щипцов, без ручки прикасаться к нему нельзя. Обращаю ваше внимание, что здесь также есть отверстия, которые закрываются, либо открываются с помощью вот такого поворота. Сейчас я зацеплю. И помогает вам это также регулировать жар. Сейчас закрыто. Вот мы их открыли. Так, ну, кальян у меня достаточно нагрелся, поэтому крышку я сниму. Что ж, вполне себе, вполне себе удобно снялась она. Опять же, та же самая проблема, что сам вот этот коллауд, основание коллауда с щипцами, подцепить, ну, достаточно неудобно это делать, разве что, может быть, зацепиться как-то вот здесь вот за одну из этих выступающих частей. Ну, и еще очень неудобно нести этот коллауд в щипцах вместе с углями на чашу. Если вы таким образом делаете, то с этой коллодкой у вас это не очень хорошо получится. Что я могу сказать? Этот коллауд мне понравился. Он сделан добротно, качественно, красиво. Он прекрасно смотрится на кальяне, на чашке. У него такие же проблемы, как у остальных коллаудов лотосов. В него не помещается много углей. Но, тем не менее, он очень хорошо разогревает табак, чашку, угли в нем не тухнут, классно работает. Поэтому этот коллауд я рекомендую к покупке. Я думаю, что вы о такой покупке не пожалеете. Это была распаковка МакЛауд. Увидимся. Пока.